Здравствуйте! Министерство иностранных дел Саудовской Аравии обвинило Путина в том, что он солгал, когда сказал, что саудовцы вышли из сделки ОПЕК месяц назад для того, чтобы уничтожить своих американских конкурентов, которые занимаются добычей сланцевой нефти. Нефтяной рынок переживает шок из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК. О том, что происходит на рынке нефти и как эта ситуация отразится на России, мы поговорим с экспертом в сфере энергетики Михаилом Крутихиным в нашем сегодняшнем премьерном выпуске на канале Ньюсейдер. Михаил, мой первый вопрос будет такой. Во время последней встречи стран ОПЕК+, которая прошла в начале марта, Россия отказалась снижать добычу нефти и таким образом развалила сделку, которая действовала с 2016 года. Теперь, спустя месяц, Владимир Путин объявил, что готов поучаствовать в сокращении объемов нефтедобычи, общий размер которого составит примерно 10 миллионов баррелей в сутки. Вот скажите, как вы полагаете, что изменилось всего лишь за какие-то 4 недели для Москвы? Изменения касаются более резкого падения цены нефти, чем предусматривали в Москве. То есть продажа российской нефти стала не просто невыгодной, она отрицательной. То есть запасы наличности у России стали опустошаться гораздо быстрее, чем предвидели. И положение может оказаться катастрофическим, если на российскую нефть не будут находиться покупатели, если российские компании начнут останавливать производственную деятельность свою. Поэтому в каком-то, возможно, отчаянии уже было высказано предположение, что можно возобновить какое-то соглашение, картельный сговор с Саудовской Аравией, но только в том случае, если к нему присоединятся американцы. То есть, как сказал Путин, все участники рынка. Я предполагаю, что тут двойной смысл. Поскольку у Путина, вероятно, умные советники, они могли ему подсказать, что в Соединенных Штатах Америки существует законодательство, запрещающее картельные сговоры, и поэтому американцы ни в коем случае не примут участие в такой координации действий. Тем более, что американские компании уже атакуют Трампа требованиями отказаться от всяких подобных фокусов и не содействовать ограничению добычи нефти внутри Америки. Михаил, вот после развала сделки ОПЕК, котировки бренд держатся уже почти месяц в районе 20-30 долларов, то есть на рекордно низких отметках. И самой Москве это совершенно невыгодно. На что рассчитывали, как вы думаете, в Кремле, когда хлопнули дверью перед лицом саудовцев? Ну, насколько я знаю, до принятия окончательного решения о редком выходе из этой сделки с ОПЕК+, 12 февраля состоялось совещание с участием представителей правительства и нефтяных компаний, на котором обсуждались варианты. Там было два варианта. Один вариант это давайте подождем и попросим саудовцев продолжать сотрудничество на тех же условиях, что были раньше. Если саудовцы начнут требовать дополнительных сокращений добычи, то тогда хлопнем дверью и покинем эту организацию. Вот все нефтяники без исключения высказались за первый вариант. Только один представитель, это Игорь Иванович Сечин, представитель Роснефти, высказался за вариант номер два. Когда принималось окончательное решение, 1 марта на завещании в аэропорту Внуково-2, фактически свои аргументы излагал Сечин, а остальные нефтяники сидели, либо тевали головами знак согласия, либо молчали. Поскольку Сечин говорил именно то, что хотел услышать Путин. То есть, если Россия выйдет резко из этого альянса, то, во-первых, она победит конкурентов в Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты Америки. И покажет, кто в доме хозяин, кто действительно великая энергетическая держава. Аргументы были такие, что у саудовцев денег хватит примерно на два с половиной года, поскольку у них большие расходы и требуются большие цены на них для бюджета. Ну, что оказалось неверным. Второе. Американцы уже к концу года начнут сдаваться, компании будут банкротиться, и все атлантовые нефти умрет, и опять мы будем тут на коне. И третье соображение, это было насчет того, что в России, первое, огромные денежные запасы, которые позволят продержаться весь этот трудный период, там два-три года. И второе, это нефтяные компании тоже накопили большие денежные запасы в период высоких цен, и готовы на увеличение добычи, на освоение ресурсов, на те запасы, где себестоимость добычи не выше 20 долларов за баррель. И самое главное, это, конечно, аргумент, что Россия здесь покажет себя как великая держава, что и перевесило все другие аргументы, и было принято решение выходить. Причем выходить в самый ответственный момент, когда именно, чтобы удар был больнее. То есть, тут коронавирус, тут падение цен на нефть, тут полная неразбериха, тут угроза заполнения всех хранились, некуда не сдевать. То есть, в этот момент Россия нанесла свой удар. Вот так происходили события. Ну, теперь, как я понимаю, нефтедобытчики запланировали видеоконференцию на 6 апреля, и там должен решаться вопрос о новой сделке по сокращению добычи. Как вы думаете, какой из мировых производителей пострадает в итоге больше остальных, если вот эта договоренность все-таки будет достигнута? Ну, первое. Во-первых, уже перенесли с 6 апреля на 8 и 9, и не исключено, что это совещание, телевизионное совещание, вообще не соберется. Потому что обсуждать, в принципе, нечего. После заявлений Путина, который обвинил во всем не сам себя, а саудовцев, что это они как бы прекратили сотрудничество в рамках ОПЕК+, что было возью, саудовцы очень обиделись, то есть с Россией сотрудничество у них никак не получается. Они ответили, назвали это, ну, фальсификацией фактов, это дословное выражение. Ответили министры иностранных дел, министры энергетики Саудовской Аравии. Так, с арабами на Ближнем Востоке не обращаются. То есть это была полная некомпетентность в подходе к близневосточной политике России. Это первое. Второе. О каком вообще союзе и альянсе может идти речь, если у нас есть Саудовская Аравия с союзниками по ОПЕК? Второе. У нас есть Соединенные Штаты, где есть президент Трамп. Да, он высказался, что вот неплохо было бы всем, кроме Америки, сократить добычу на 10, а то и 15 миллионов баррелей в сутки. Но затем встретился с представителями нефтяной промышленности Соединенных Штатов, которые ему на пальчик показали, что такие вещи не делаются, что они требуют, чтобы никто не накладывал ограничения на добычу. Это и невозможно, поскольку нет такой власти у федерального правительства, у Белого дома. И второе. Ситуация на рынке такая, что им должна быть полная свобода. А если уж накладывать на кого-то ограничения, то это на саудовцев и на русских. Вот тогда все будет очень хорошо и для американской промышленности. Трамп был вынужден с этим согласиться. Сейчас у нас в роли самоустранившегося от любых сговоров это Россия, которая поругалась с саудовцами, оскорбила саудовцев, и в общем-то не поняла американской ситуации, где нефтяные компании объяснили президенту, что надо делать. То есть в проигрыше, вот в этом тройственном раскладе оказалась как раз российская нефтяная отрасль. Первое. Надо ожидать падения нефтяных цен, в результате чего отрасль должна будет работать себе в убыток довольно длительное время. Она не может себе этого позволить. Мало того, от российской нефти будут отказываться. Не исключены санкции против компаний, которые будут сотрудничать с Россией с нефтяной отраслью. На это тоже намекали американские нефтяники. И российские компании будут вынуждены постепенно, но активно сворачивать свою производственную деятельность. То есть сокращать добычу нефти и сокращать разработку запасов. Ничего хорошего России в этой ситуации не сведет. Хорошо. А от какого уровня, по вашему мнению, страны ОПЕК плюс будут в случае гипотетической сделки снижать свою добычу? Если мы будем рассуждать, от каких уровней что тут обрезать, это будет, как в том старом анекдоте у Чехова в записных книжках, болел ли, потел ли больной перед смертью. Потел, а значит все хорошо. То есть сейчас на рынке у нас примерно 25 миллионов баррелей в сутки больше предложений есть, чем спрос на него. Вот погасить это лишнее колоссальный совершенно навес предложения над спросом, никакое соглашение, никакие 10, никакие 15 миллионов баррелей, что в общем-то и невозможно. Это невозможно погасить. Во-первых, Россия вообще не может сократить никак добычу и поучаствовать в этих усилиях. Российская добыча по техническим причинам, логистическим, по многим организационным, ее невозможно сокращать. Ее и быстро поднять нельзя, и сократить нельзя так, чтобы потом не пришлось вкладывать гигантские деньги в ее восстановление. Поэтому Россия вообще не игрок. Россия импотент в этом раскладе каких-то теоретических, гипотетических сделок по сокращению добычи. Нет у России, вот она выведена за рамки такого возможного соглашения. Три года подряд она на словах поддерживала ОПЕК+, говорят, что она сокращает добычу. Посмотрите на статистику каждого года. Каждый год Россия наращивала добычу, а не сокращала. Это было полностью три года вранья. Если сейчас она рассчитывала обойтись опять враньем, вместо того, чтобы сокращать добычу, то все равно это не вышло бы. Посмотрите, какой навес предложения над спросом. Созрать его каким-то сокращением добычи сейчас невозможно. Ни Саудовской Аравии, ни американцам, ни Российской Федерации. Да, но тем не менее мы видим, что финансовые рынки отреагировали достаточно оптимистично на эти новости о вероятном соглашении по сокращению нефтедобычи. И котировки Brent вечером 3 апреля превысили 34 доллара за баррель. Это мы видим финансовый рынок, который начитался в твиттах Трампа. А Трамп объявил, что возможно соглашение 10-15 миллионов баррелей в сутки. Только потом он поправился и сказал, что это вот без участия американцев. Кто-то должен это делать. На финансовом рынке это не рынок нефти. Рынок нефти на это никак не отреагировал. То есть нефть шла по той цене, по которой она в предыдущий день шла. А вот в этот день взлетели котировки нефтяных фьючерсов июньских тем более. Это финансовый инструмент, это бумажка финансовых игроков. Они реальная цена нефти. Вот эта нефть, когда она взлетела до 33 долларов за баррель в июньском фьючерсе, настоящая нефть, которая торговалась в Рейссердаме, она шла по 15 долларов всего. Поэтому не нужно говорить о том, что вот взлетел рынок, отреагировал, взлетело. Не путайте финансовый рынок с нефтяным рынком. Ну, насколько я понимаю, на фьючерсе влияют еще и биржевые спекулянты. Да, спекулянты тоже воздействуют на настроение рынка, но в данном случае мы видим гигантский разрыв между вот этими спекулянтами. Если бы вот срыв этих всех усилий, заявления Путина, заявления саудовцев прозвучали не ночью, а в момент биржевых торгов, то тогда мы увидели бы колоссальное падение вот этих самых показателей июньских нефтяных фьючерсов. Они, все эти заявления, делались после завершения пятничных, в конце недели, биржевых торгов. Посмотрим, что будет в понедельник. Ну, иными словами, вы допускаете, что в понедельник мы увидим новый обвал цен на нефть? Да, то есть игроки, которые увидели, что вот повышение их фьючерсов, значит, это временное дело, это паническая реакция, нам может достать, и, судя по всему, мы будем видеть очень серьезное падение этих котировок на финансовом рынке. То есть, фактически мы имеем дело с тупиковой ситуацией, когда ни один из ведущих мировых производителей нефти не будет сокращать добычу? Ну, никто не собирается это делать. Россия не может. В Соединенных Штатах Белый дом не может воздействовать на свою промышленность, чтобы это все понизили. А саудовцы в этой ситуации абсолютно ни в чем не заинтересованы. Заинтересованы в том, чтобы, пока цены невысокие, отбить рыночные ниши у всех конкурентов и путем предоставления огромных скидок и выдавливания их оттуда огромными объемами доступной нефти. При таких условиях, по вашему мнению, каковы перспективы американских сланцевых производителей? Да все нормально у сланцевых производителей. Во-первых, когда мы пишем, вот, там эта компания обанкротилась. Это иллюзия российского руководства, которые думают, что банкротство – это как в романах Теодора Драйзера. Это все бизнес прекращен, все ушли. Вот крупная компания объявила о банкротстве. Есть также законодательство о банкротстве, так называемый пункт 11. То есть это реструктуризация долгов, реализация кредитов по микроскопической стоимости от этих кредитов. Компания остается в деле, бизнес продолжается, но она в тяжелом финансовом положении, и принимаются меры для ее оздоровления. Или меняются владельцы такой компании. Но бизнес-то не исчезает. Это первое. Второе. Весь сланцевый бизнес в Америке – это меньше одного процента от волового внутреннего продукта. Когда американское руководство и законодатели, и администрация приняли решение о выделении двух с лишним триллионов долларов для поддержания экономики во время коронавируса, то уж из этого несколько миллиардов выделить для того, чтобы поддержать жизненно важную на мировой арене отрасль, это совершенно определенно будет сделано. Поэтому не надо хоронить американскую сланцевую отрасль. Михаил, а есть сведения, что на большинстве сланцевых скважин в Соединенных Штатах себестоимость добычи все-таки выше, чем текущие мировые цены на нефть? Да, ну, все правильно, она выше, но пока можно работать. Спокойно можно работать. Это первое. Второе. Сейчас у нас в Соединенных Штатах год выборов. Для Трампа очень важно, чтобы цена на автомобильное топливо и цена на энергоносители была на низком уровне. Это его плюс на выборах. И поэтому он сделает все, чтобы вот эти цены внутри Соединенных Штатов были низкими. Это ему сейчас очень выгодно. Так что все в порядке пока. Потом можно будет что-то сделать для того, чтобы выправить ситуацию. Я хочу напомнить, что на днях газета Financial Times писала о том, что сланцевые производители в США лоббируют в Белом доме введение санкций против России и, вероятно, Саудовской Аравии. Там предполагается два сценария. Первый сценарий это Трамп убеждает Москву и Риад самостоятельно сократить добычу. А второй вариант предполагает, что если первый не сработает, то тогда попросту американский президент начинает заниматься уже прямым протекционизмом. Вот как вы полагаете, в этих условиях, когда, как следует из ваших слов, ни Риад, ни Москва не могут, не хотят сокращать добычу, какова вероятность того, что сработает вот этот вот самый второй сценарий, сценарий протекционизма? А Москва и не может снижать добычу самостоятельно. Вот здесь это вопрос. Это вопрос, пойдет ли Трамп на какие-то меры. Потому что меры могут быть разными. Первое, это введение саудовцев, можно наказать введением тарифов или какого-то заградительного налога на их нефть для Соединенных Штатов. А Россию можно наказать введением санкций против компаний, которые содействуют России в добыче нефти. То есть и там, и там что-то можно сделать. Да, лобби работает, лобби действительно все правильно. Тут гадать совершенно нечего. Все это идет. Прибудет ли такое решение, и там, и там я сомневаюсь. Потому что, скорее всего, с саудовцами будет налажено какое-то сотрудничество, взаимопонимание. Очень много их связывает с американцами. И вложение саудовцев в американскую экономику, и политика в Персидском заливе, и в отношении Ирана, и вообще на Ближнем Востоке, и военное сотрудничество, и многое сто и все. Там обе стороны могут сделать массу уступок друг к другу. Поэтому там, я думаю, беспокоиться нечего. Тем более, что они уже сделали шаги в направлении координации в своих действиях. И послали туда Викторию Коут. Это очень опытный переговорщик, который занимался вопросами национальной безопасности. Потом работала в Министерстве энергетики. И она несколько месяцев будет координировать с американцами саудовскую политику уже в Эр-Рияде. То есть там все в порядке. Не надо думать, что будут какие-то санкции против Саудовской Аравии. А что касается России, да, тут я вижу, что уже у нас понимают это, боятся этих санкций. Вот когда Роснефть ушла из, резко ушла из Венесуэлы, это был шаг, чтобы задобрить американцев. Видите, мы уходим, мы делаем все, как вы хотели. Мы больше не будем с режимом Мадоро сотрудничать. Мы уходим. Видите, какие мы хорошие. Вот поможет это или не поможет, я пока сказать не могу. Я не исключаю, что могут быть введены какие-то санкции против России и нефти. То есть вы полагаете, что Россию будут выдавливать с мирового рынка нефти? Ну, во-первых, низкие цены будут ее и так выдавливать с этого рынка. А второе, это, ну, возможно, ускорение этого выдавливания путем каких-то дополнительных мер американской администрации. Вы согласны с мнением о том, что Россия может лишиться некоторых старых советских месторождений, если вот сейчас она их будет вынуждена закрыть по той простой причине, что нефть некуда девать. Нефтехранилища переполнены. Ну, сейчас уже есть оценка. Хорошо, если какая-то нефтяная компания, работающая на старых промыслах, на давно введенных, выведет 40% этих скважин временно из эксплуатации, то в будущем, судя по всему, придется восстанавливать не 40%, а 70% добычи, потому что добыча упадет так, что мало не покажется. Это будет очень и очень дорого. Это обойдется, ну, технически я не буду в подробности вникать, но это нефтяные компании предпочли бы этого не делать. То есть, скорее всего, придется им останавливать бурение по освоению новых каких-то проектов или частей старых проектов. А старые скважины пока пусть работают, потому что какие-то менее эффективные, может быть, стоило бы и заглушить. Хорошо, а какова реальная цена нефти, российской нефти, Юрлс, сейчас? Нет никакой реальной цены. Цена это столько, сколько за нее готовы заплатить. Есть цена, которая определяется очень сложными формулами, двумя агентствами, ПЛАКС и Аргус. Они определяют ее, да, принимают во внимание фьючерсные цены на следующий месяц, и они принимают во внимание показания спроса и предложений на конкретных рынках. Вот в Роттердаме, например. И объявляют, вот сейчас цена, называется это дейтед бренд. Они определяют бренд. Нету такой нефти бренд. Это условная нефть, смесь разных сортов нефти в Северном море. Потому что месторождение бренд давно уже не эксплуатируется. Так вот, они определяют для этой смеси с определенными показателями цену, которая называется дейтед бренд. Вот 1 апреля эта цена дейтед бренд, я могу сейчас заглянуть в свои, где-то у меня тут записи были. Она была где-то 17, 15 долларов, 45, по-моему, цен. Ну, где-то около этого. Или 17, 17, 79, вот. И затем от нее уже идут различные скидки, например, на российскую цену Юрлс. Раскидка в тот день была 4 доллара 60 центов, тоже определенная там же. То есть за российскую нефть это давали примерно 13 долларов. На следующий день, когда ситуация еще больше обострилась, 2 числа, российская нефть еще больше подешевела. Она была 10 долларов небольшим. То есть отсчитывалась от дейтед бренд определенной по формуле. И плюс, вернее, минус от него еще вот это так называемый дисконт или скидка. Вот она и была. 10 с мелкими копейками. Правильно ли я понимаю, что в рамках такой логики цена российской Юрлс в ближайшее время будет балансировать возле отметок 10-15 долларов за баррель, вне зависимости от нефтяных котировок бренд, которые мы сейчас видим на биржах? Мы не знаем. Мы ничего не знаем. Мы этого ничего не знаем. Это все будет определяться уже потом. Потом вот по этим формулам. И просто как констатация будет факт. Вот в этот день в Роттердаме или в Средиземном море, из Черного моря наша нефть туда идет, в итальянском порту Аугусто. Вот цена такая. А в СИФ, цена СИФ вот такая. А в Роттердаме условно цена вот такая. Вот от этих вот уже зафиксированных фактов мы и будем танцевать. А гадать, какая она будет завтра, это абсолютно смысла никакого нет. Это были Михаил Крутихин и я, Александр Кушнарь. Не забудьте подписаться. До новых встреч на канале Ньюсейдер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова